Музыка Правда ли, что одно полушарие мозга отвечает за логику, а другое за эмоции и творчество? Привет, с вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Бьютифул Ворд». Еще в одном из медицинских кодексов 16-18 веков говорится, что в голове находятся два мозга, и каждый отвечает за свои функции. К такому выводу люди пришли, связав обескровленный после смерти левый желудочек сердца, как вместилище души, с левым полушарием мозга. Последнему они приписывали контроль над интеллектом, как высшей духовной частью, а левому оставалось восприятие, то есть ее низшая часть. Разумеется, выводы были сделаны ошибочно, но даже в наше время, спустя века нейробиологических исследований, подобные радикальные формулировки о левом и правом мозге встречаются повсеместно. Только сейчас любят говорить о логике слева и творчестве справа. В действительности ни одна функция мозга не является строго латериализованной, то есть реализуемой за счет только одного полушария. Даже очень простая функция. Например, известно, что мозг контролирует движение конечностей. Нервные волокна, идущие от левой части тела, в определенный момент перекрещиваются и проходят в правое полушарие. И наоборот. Однако и это не жесткое правило. До 20% волокон не перекрещиваются и проходят в полушария той же стороны. Что же касается памяти, внимания, речи и других высших психологических функций, их сложная организация не оставляет никакой возможности для того, чтобы за них отвечало одно полушарие. Тем не менее, об относительной функциональности асимметрии говорить можно. Например, в речи больше задействовано левое полушарие. По крайней мере, у большинства людей. Это подтверждают и нейрофизиоляционные исследования, в которых регистрируется мозговая активность, связанная с речью и пониманием. И клинические данные. Инсульт в правом полушарии редко становится причиной выраженных речевых расстройств. Тем не менее, известно, что в обработку громкости, скорости, ритма речи в большей степени вовлечены в височные структуры правого полушария. Также есть данные и о том, что человек выбирает тип речевого проведения за счет правых лобных отделов. Но в природе не бывает все гладко. Случается, что мозг травмируется или в нем развивается злокачественная опухоль. В таком случае, всей функциональной системе приходится перестраиваться. Вовлеченность отделов меняется. Иногда подключаются новые структуры. Если патология развивается медленно или серьезная травма нанесена в ранних этапах развития, то есть ребенку, велик шанс, что произойдет перераспределение обязанностей. И даже если проблемы охватит, к примеру, все левое полушарие, вполне вероятно, что заметных нарушений в речи не будет. Функция успеет реорганизоваться. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!